Приветствую вас. Есть два основных момента, на которых я хочу заострить ваше внимание. Первый момент касается страны вопроса, условно говоря, ценности. То есть это вопрос именно в какой-то степени вопрос именно о ценности. То, что если вы со своей супругой действительно можете безболезненно для себя разграничивать тему любви и интимной сферы, то вы безусловно можете и поговорить с ней, и рассказать ей обо всем, о чем хотите и так далее. Но если у вас есть сомнения относительно того, что ваша жена способна это ограничивать, то я думаю, что подобный разговор может несколько, ну скажем так, травмировать или мопрять вашу жену в фемине. Если вы говорите, что у нее мало опыта в интимной сфере и что вы чувствуете себя более опытным. Вот. То есть, судя по всему, ваша жена, она такая очень домашняя, да, и как бы даже если ей там что-то понравилось, то не факт, что она об этом договорит, не факт, что она посуприцает это. Ну вот, если вы ей скажете, она будет все отрицать, обидится, будет испытывать чувство стыда. В общем-в общем, множество есть реакций здесь. Поэтому мне кажется, что наиболее важно это понять, есть ли у вашей жены подобное ограничение или нет. Способна ли ваша жена разграничить, как бы, ну вот эти вот моменты, способна ли она их разграничивать. Вот. А если она их способна разграничивать, то хорошо, если она способна. Если же нет, то как бы, как бы, как бы вы не сделали бы хуже. Хуже. А тем, что, значит, с ней эту тему подняли бы. Вот. Значит, и, как бы, если ваша жена может разграничивать, да, или вы считаете, то, значит, нужно начать, эм, диалог, эм, с ней. Можно именно с это, в первую очередь. Именно с того, что, вот, э, как ты считаешь, считаешь, э, 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 секс и любовь, да? как эти две, как бы, как эти два аспекта человеческой жизни между собой могут пересекаться, да, пересекаются ли они, если да, то как и так далее. И, соответственно, уже отталкиваясь от этих аспектов, можно на мой взгляд двигаться, дальше отталкиваясь от этих моментов можно, можно уже смотреть, значит, на что ваша жена действительно реально способна, да, и какая у неё, условно говоря, там, зона ближайшего развития, да, то есть насколько она готова пойти там дальше в изменения, да. Вот. Вот. Ага. Можно создать, вместе с тем, вместе с тем можно сказать о вашей жизни, ооо, правду, действительно, того, что, вот, знаешь, когда мы с тобой, ооо, смотрели, то, видимо, я увидел, что тебе, насчёт, что у тебя загорели глаза, знаешь, что тебе понравилось, да, что тебе интересовалось, ну, вот, и, соответственно, я хочу, как бы, ну, немножко, ооо, подробнее об этом, например, поговорить, да, то есть, вот, что тебе, ну, что тебе понравилось, если понравилось, там, и так далее, да, то есть, как бы, спокойно, моё машине очистить. Вы можете, в таком, а, ключе, значит, свой, а, свой, ммм, диалог с ней... допустим-... вот, может, так. То есть, здесь важно типа человека именно, не отпугнуть. Если хотите их, если вы хотите её раскрыть, если вы что у нее есть какие-то вот, там, ну, грубо говоря, скрытые, там, желания, да, там, скрытые потребности, которые она, там, себе подавляет, держит и не позволяет себе этого начать. Дальше. Следующий важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Ваши собственные мысли, именно ваше собственные мысли и вантове. Смотрите, я не собираюсь как-либо вас, там, условно говоря, не обсуждать за это, там, ну, говорю на всякий случай, что вы там не подумали. Я вас не буду обсуждать. Но, по общему правилу считается, что подобные мысли возникают, когда человек, во-первых, перестает чувствовать, что он, важен, перестает чувствовать, что он значим, перестает ощущать в какой-то степени сопротивление, да, то есть, ну, словно говоря, вам, там, грубо говоря, нравилось, там, не знаю, свою жену, может быть, вдвою, вот-вот, вы ее завоевали и вам теперь уже, как бы, хочется вновь доказать, что вы, что вы единственные. То есть, это вот, про желание доказать, что я единственный, что все равно она будет у моей страны, она будет со мной, и вот, как бы, вот это вот желание доказать, что все равно она будет со мной, вероятнее, вероятнее всего, вами движут. Я не говорю, что это, прям, что-то ужасное и плохое. Я просто хочу сказать, что, ну, в какой-то степени это базируется на вашем конфликте внутреннем. Например, конфликт такой, что я не чувствую себя мужчиной, если не доказываю, что я, что я, там, ну, единственный, что я, там, все равно она любит, любит меня, ну, вот, что-то такое. Да? Вот. Проблема ли, проблема ли, является ли это проблемой? Да. Боюсь, что это является проблемой. Боюсь. Почему? Почему? Прямо потому, что вы волей-неволей сравниваете себя с, ну, другими мужчинами. А, значит, вы себе неуверенно. И неверенность в свою себе, да, вот, желание что-то показать, желание что-то подтвердить, вы пытаетесь компенсировать за счет каких-то внешних факторов. Ну, то есть, вот, в данном случае вы можете раскрепостить жену, там, значит, оснабравить секс и так далее. То есть, в самих по себе этих моментах ничего плохого нет. Нет ничего ужасного. Это даже хорошо. То есть, как бы, вы в какой-то степени прямо думаете о своей жене, вас она беспокоит и так далее. Но, здесь момент в том, что, вероятно, вы заинтересованы в решении своей проблемы. И вот это уже не очень хорошо и полезно для вас, и для ваших отношений в целом. Что не некоторую свою собственную проблему вы решает, в том числе за счет жены и за счет привнесения изменений в вашу с ней интимную жизнь. Это дело касается исключительно того, как вы воспринимаете себя в контексте или в качестве мужчины. Понимаете? Вот. Поэтому, вот, об этом я хочу вас предупредить. И, наверное, если не брать, ну, если не брать в расчет, например, вероятность того, что вы, ну, займетесь психотерапией, если не брать в расчет этот аспект, то вам нужно искать баланс. Вам нужно искать баланс между, вот, как раз, этими двумя моментами. То есть, чтобы помочь своей жене, действительно, там, быть более естественной и более, самобытной, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы не позволить вашим собственным проблемам, ну, которые, в принципе, есть у всех, у каждого. То есть, это, как бы, нормально вас это не делает, каком-то, каком-то плохим, что у вас есть, какие-то сложности, сложности есть у каждого. И, в принципе, это влияло на вашу жизнь. Вот. То есть, речь идет, вот, в основном, только об этом. Прошу заметить, что я, ни в коем случае, вас не обвинял. Ну, в чем, да, я, ни в коем случае, как бы, ну, не хочу, чтобы вы думали, что я пытаюсь вас выставить, там, если в каком-то, ну, в каком-то негативном свете. Нет. Нет. Я говорю о тех возможных моментах, о тех возможных проблемах, которые у вас могут иметь место быть. Вот. И я говорю вам о том, как в теории можно это разрешить. То есть, что вы можете сделать для того, чтобы это разрешить. Что вы можете сделать для того, чтобы, ну, максимально позитивно для себя выйти из этой ситуации. Вот. Вы выходить вам из этой ситуации. Не выходить вам из этой ситуации. Вы выходить вам из этой ситуации может быть по-другому. Это будете решать только вы. из этой ситуации. Но моя задача помочь вам увидеть вот эту проблему, которая есть. И которая может оказывать, ну, в дальнейшем влияние, влияние, определённо на ваше, ну, на ваше отношение, грубо говоря, с твоей женой. Чего бы, чего бы. Я уверен, вам не хотелось бы. И ваша женя тоже, особенно, если, ну, я высказал, что любите, любите её. Я вам верю, что вы её любите здесь. Как бы. Я уверен, что и в порту бы отношения к ней вам не хотелось. Вот. Поэтому, помочь человеку, это будет всё равно хорошо. Вот. Но помогать человеку можно только в том случае, когда вы, условно говоря, ну, решили все свои проблемы. То есть, если вы, вы свои проблемы по той, по той или иной причине решить не можете сейчас, сейчас. Вот. Вот. Что помогать вашей жене, наверно, наверное, не стоит. Получается, это будет у вас несколько, ну, несколько, чересчур настойчивее. Вот. А это может оттолкнуть человека, особенно если она, грубо говоря, склонна сомневаться, склонна, ну, стыдиться и так далее. Вот. То есть, здесь всё упирается в то, что вы со своей женой. Это такой вот, ну, как бы, синергичное такое образование. То есть, она в какой-то степени зависит от вас, вы в какой-то степени зависит от неё. Вот. И, когда вы хотите и планируете, какие-то какие-то действия, какие-то изменения, вот, то необходимо это делать обязательно, учитывая интересы вашей жены, вашей женой. Вот. Так, чтобы это ей не навредило. Вот. И, соответственно, как бы, чем, чем больше вероятность того, что вы, ну, как бы, не заинтересованы, да, вот, чем больше вероятность того, что вы минимально заинтересованы, что, о чем говорите и морально, и психологически готовы к любому исходу, чем для вас лучше, ну, лучше, для вас, опять же, для вашей супруги и так далее. Вот. Прошу вас это, это, наверное, учитывать. Прошу вас это учитывать. Вот. В принципе, такой ответ я могу вам дать с точки зрения психологии. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно то, что, то, что я сказал. Надеюсь, что вы засуда что-то интересное, что-то полезное вынесите из моего отведа. И, ну, собственно, когда и если вы подумаете об этом, обо всем, когда и если вы, как следует, обо всем этом подумаете. Вот. Я надеюсь, что вы дадите какую-то обратную связь, да, я надеюсь, что вы, ну, дадите обратную связь. Вот. Для того, чтобы можно было начать, грубо говоря, терапию, может быть, вашу, может быть, терапию совместную с вашей женой. То есть это ещё неизвестно. То есть, ну, тут всё зависит от того вот, как вы хотите, не хотите от этого. Вот. А пока я хочу пожелать вам успехов. Вы молодец, что обращаетесь за помощью. Вы молодец. Что спрашиваете, я думаю, что у вас есть все шансы сделать всё хорошо, всё правильно. Вот. Для этого нужно немножечко, наверное, терпения, да, немножечко упорства. Вот. И в итоге вы сможете найти такую форму реализации всего этого, чтобы довольны были и вы, и ваша жена, и чтобы ваши отношения по итогу были бы ещё крепче. Вот. Потому что психология, она, к сожалению, быстрит случаями, когда в паре, условно, появляется третий лиц. Ну, а то такая пара начинает, условно говоря, испытывать проблемы в отношениях, испытывать сложности в отношениях. Ну, просто потому что появляются какие-то шероховатости, какие-то тёрки появляются. Вот. Это не значит, что что-то плохое. Это значит, что, ну, как бы вопрос, что здесь есть такая вот проблема. Вот. И мне хотелось бы, конечно, чтобы вы по возможности этого избежали. Вот. А для этого нужно быть предельно, я бы сказал, деликатным. Вот. Так что вы молодец, у вас есть потенциал. Вот. Так что только сделать следующие шаги, они достаточно органичны, они достаточно логичны, они вытекают из того, что вы сделали в принципе лучше. Вот. Как бы является просто продолжением ваших действий. Ну, понятно, при условии, если эти действия искренне, да, если вы, условно говоря, сами обратились на наш сайт, на наш сайт, сами его нашли и так далее. Вот. Всего вам самого доброго и удачи. Продолжение следует...